Итак, мы уже произнесли наше провозглашение. Теперь мне только остается преподать вам учение. Это десятое и последнее занятие в серии, называемой «Положение основания». На предыдущих занятиях мы разобрали пять из шести основных доктрин, упомянутых в шестой главе «Послания к евреям» в первом и втором стихах. Мы разобрали покаяние, веру, учение о крещениях, о возложении рук и о воскресении мертвых. На этом заключительном занятии мне остается разобрать последнюю доктрину о вечном суде. Когда мы говорим о суде, нам нужно понимать, что Бог производит суд над людьми двумя основными способами. Первый — это те суды, которые Он производил на протяжении истории. Второй — и это тот суд, о котором мы будем говорить. Это Его вечный суд. Это тот суд, на который каждый из нас придет, когда встретится с вечностью. И очень важно обладать способностью различать эти две категории судов, потому что иначе мы можем прийти в замешательство от того, что может показаться противоречащими друг другу утверждениями. Первый суд Бога — это тот, который мы находим в истории. И Он включает в Себя даяние благословений и проклятия на последующие поколения, соответственно тому, как первое поколение поступало в отношении Бога. В 20-й главе книги Исход, с 4 по 6 стихи, мы находим очень ясный пример Божьего суда в истории. Исход, 20-я глава, 4-й, 5-й, 6-й стихи. Это часть того, что мы называем Десятью заповедями. Бог говорит, «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой ревнитель, наказывающий детей за вино отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Вы видите, что грех и долопоклонство, которое является самым страшным из всех грехов, влечет за собой наказание для потомков в третьем и четвертом колене. Это суд в истории. И существуют сотни примеров того, как этот суд осуществлялся на протяжении истории Израиля и других народов, которые были повинны в грехе и долопоклонство. И далее, в 32-й главе книги Иеремии, Иеремия также касается этого вопроса, суда Божьего на протяжении истории. И в молитве, в которой он помолился Богу, Иеремия 32 глава 18 стих, он сказал, «Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь недра детям их после них, Божий великий и сильный, которому имя Господь Саваоф». Итак, снова Иеремия говорит, «Бог воздает за нечестие отцов и их потомков из последующих поколений». Итак, еще раз, это суд в истории, во времени. Это также распространяется на Божьи благословения праведников. В 102-м псалме Давид говорит, стихи 17 и 18, «Милой же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их». Здесь мы видим обетование Божьего благословения сынам сынов последующим поколениям. Итак, то, как мы ведем себя, как мы относимся к Богу, оказывает влияние не только на нас, но также, вероятно, и на поколения после нас. Это очень значительная и важная мысль, которую нам нужно иметь в виду. Каким-то образом мы ответственны либо за благословение, либо за страдание наших потомков. Я думаю, что это общеизвестный факт. Например, ребенок, который рождается в семье алкоголиков, начинает свою жизнь, как говорят в Америке, с двумя шрамами на своей судьбе. Это не его вина, но судьба уже над его родителями естественным образом простирается на последующие поколения. Мы должны это сказать, но мы также должны добавить, что есть и другой тип суда Божьего, который в шестой главе послания к евреям называется вечным судом. И это тот суд, который определяет нашу судьбу в вечности. И в этом случае основополагающие принципы суда в корне отличаются. Они были утверждены через Иезекииля, или Богом через Иезекииля, в 18 главе с 1 по 4 стихи. В 18 главе книги пророка Иезекииля, с 1 по 4 стихи, там говорится, «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу, говоря, «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Вы видите, здесь говорится, что дети страдают за грехи отцов. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не буду впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот, все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои, душа согрешающая, та умрет». И здесь мы говорим уже не об историческом суде, но мы говорим о суде, на который приходит каждый отдельный человек. «Каждая душа, когда она выходит из времени, вступает в вечность». И в этот момент каждая душа несет ответственность только за жизнь, которую она прожила. «Душа согрешающая, та умрет». И опять это повторяется в 20 стихе, где Бог выражает это еще явственней. Иезекииле 18 глава 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины Отца, и Отец не понесет вины Сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Итак, когда мы из времени вступаем в вечность, мы уже не будем судимы по грехам или по благословениям наших родителей, но мы лично должны будем дать ответ Богу за то, что мы совершали в своей жизни. «Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». В книге Экклезиаста сказано, что где дерево упадет, там оно и останется лежать. Состояние вашей души, с которым вы умираете, определяет ваше положение вечности. Это «Вечный суд». Это очень и очень важно. Я иногда вспоминал об этом с удивлением. Мой курс основ первоначально вышел в отдельных семи маленьких книгах. Затем он был объединен в три тома, и затем в один том. Но в то время, когда этот курс состоял из семи отдельных книжек, последняя из них называлась «Вечный суд». И мы вставляли эти книги на продажу. Люди подходили, выбирали, и обычно они покупали первые шесть. Но по каким-то причинам они никак не хотели покупать седьмой том. Им не нравилось название «Вечный суд». Но, дорогой друг, нравится тебе или нет, это остается истиной. И тебе нужно посмотреть этой реальности Вечного Суда в лицо. И теперь я хочу разобрать пять основных принципов Суда Божьего. Все они утверждены во второй главе послания к римлянам. Вторая глава послания к римлянам раскрывает пять принципов Божьего Суда. Я читаю Библию прежде всего на греческом, Новый Завет, а затем в различных переводах. И я очень ценю новый международный перевод, там много хорошего. Но иногда это уводит от структуры оригинала. Если вы будете слушать меня и следить одновременно по новому международному переводу, вы не сделаете тех же выводов, что сделали бы, слушая перевод Короля Иакова. Я не говорю, что какой-то перевод лучше или хуже, но у каждого из них есть свои сильные стороны и также свои слабые стороны. Не существует ни одного идеального перевода. Итак, вот пять принципов Суда Божьего, раскрытые для нас во второй главе послания к римлянам. Римлянам 2 глава, 2 стих. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающих такие дела. Это первый принцип. Суд Божий основывается на реальных фактах. Он не основывается на слухах. Я помню, когда Бог хотел узнать истину о том, что происходило в Содоме и Гоморре, Он услышал ужасные отзывы от ангелов, от других. Но помните, Он сказал Аврааму, «Я пришел, чтобы самому убедиться». Мне это кажется поразительным. Бог не судит, основываясь на слухах. Он судит по истине. Второй принцип Божьего Суда находится в 6 стихе. Который воздаст каждому по делам Его. Мы будем судимы за то, что мы совершили. Это основной принцип, который постоянно проявляется в Библии. И он применим как к верующим, так и к неверующим. В 1-м послании Петра, 1-й главе, 17-м стихе. 1-я Петра, 1-я глава, 17-й стих. Петр раскрывает этот принцип, применяя его конкретно к верующим. 1-я Петра, 1-я глава, 17-й стихе. Он, обращаясь к верующим, говорит, «Если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Этот принцип сегодня не слишком распространено проповедовать в церквях. Но Петр, обращаясь к верующим, говорит, «Помните, что вы будете судимы по тем делам, которые совершили, и посему живите богоугодной жизнью в страхе Божьем. Не будьте суетливы, не будьте горды и самоуверены, потому что за все, что вы говорите или делаете, в один прекрасный день вам предстоит дать ответ Богу». И помните, что это увещевание обращено к верующим. И далее, в книге Откровения, в 20-й главе, в 12-м стихе, говорится, «Судимы были мертвы и по написанному в книгах, сообразно с делами своими». То есть у Бога записана жизнь каждого из нас. И знаете, в одни Нового Завета книги выглядели не так, как сегодня. Они больше походили на наши кассеты. Это были листы, свернутые в свитки. И мне это кажется более ясной картиной. Я склоняюсь к мнению, и это всего лишь мое мнение, что на суде каждый из нас увидит нечто вроде видеозаписи, которая покажет нам всю нашу жизнь целиком. Я помню, когда Бог действовал в моей жизни, четыре года назад, когда я был очень болен. И я действительно искал ответы у Бога на вопрос, почему я не получал исцеление. И однажды ночью Бог поднял меня. Было два часа по полуночи. Это как раз то время, когда Бог обычно говорит со мной. И он напомнил мне, какого рода жизни я проводил. Нужно сказать, что я в то время был проповедником, в общем, принимаемым, и иногда подвергавшимся критике. Но тем не менее, я был одним из того ряда проповедников, которые обладают сравнительно широкой известностью. Но Бог показал мне, что во многих отношениях я был крайне плотским. Я не совершал каких-то ужасных грехов, слава Богу. Я никогда не был вовлечен в сексуальную нечистоту, пьянство или злоупотребление финансами. Тем не менее, Бог открыл мне, что в моем прошлом имело место нечто, что ему было неугодно. Он напомнил мне это место из пророка Малахии. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Так сказал Господь. И Исав представляет собой символ плотского человека. За Исавом не числится никаких серьезных прегрешений. Он просто был человеком, помышлявшим о плотском. И Бог говорит, это я ненавижу. И вот Бог показал мне, а я находился почти 50 лет служения, что в моей жизни было нечто, что ему ненавистно. Он показал мне, что в определенных областях я был слишком беззаботным. Некоторые из грехов, которые я совершал, произошли в ресторанах. Не знаю, сознаете ли вы тот факт, что Бог судит нас, и когда мы находимся в ресторане. Кто-то сказал, что все, о чем могут говорить американцы, это еда. А другой человек сказал, если вы хотите узнать, где находится самый хороший ресторан, спросите об этом у проповедника. В этом есть какая-то доля правды. Это не абсолютно верно. Но я говорю, основываясь на собственном опыте. Я начал понимать, что значит проводить время нашего странствования здесь со страхом. Не с рабским трепетом, а с благоговейным страхом, потому что Бог будет судить все, что мы говорим и что мы делаем. Итак, это была весть первого послания Петра. Возвращаясь ко второй главе послания к римлянам, мы переходим к следующему принципу Божьего суда, который утверждается в третьем стихе. Нет, не третьем. Дело в том, что он переведен не так, как бы мне хотелось. Да, это римлянам 2 глава 11 стих. Чуть позднее я объясню, что хотел сказать. Очень кратко. Там говорится, ибо нет лицеприятия у Бога. Все современные переводы в этом совпадают, потому что это современное выражение. И поэтому я задаюсь вопросом, а возможно ли вообще перевести Библию на современный английский язык, не привнеся в нее современного мышления? Потому что то, как мы используем язык, во многом является выражением нашего образа мышления. Старый перевод Короля Иакова говорит, Бог беспристрастен. Мне это кажется более точным. Потому что можно избрать себе очень незначительного человека, очень слабого, испытывать сильное пристрастие к нему. Он такой слабый, я стану помогать ему, ради него все сделаю. Но не лицеприятие означает, что мы не руководствуемся тем, каковы люди по своему статусу. Это может быть генерал, священник, президент. Но он все равно не получит от Бога какого-то особенного суда. С ним обойдутся точно так же, как и с любым другим человеком. Вот что имеется в виду, когда говорится, что у Бога нет лицеприятия. И это особенно написано для тех, кто сегодня занимает в мире значительные посты. Хорошо, следующий принцип Божьего суда, четвертый, по мере света. В 12 стихе 2 главы сказано, «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Если вы знаете закон, вас осудит закон. Если вы его не знаете, то незакон будет судить вас. Но вас все равно осудят за то, что вы совершили. Этот принцип подтверждается словами Иисуса в 11 главе Евангелия от Матфея, где он говорит, обращаясь к одному из самых значительных городов того времени, который не откликнулся на его проповедь. Матфей 11 глава с 20 по 24 стихи. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам». Почему? Потому что в Тире и Сидоне было явлено меньше света. В Хоразине и Вифсаиде было явлено больше всего света, и потому их суд должен быть самым строгим. Вы и я будем судимы по мере того света, который мы получили. И я хотел бы сказать, обращаясь ко всем англоговорящим людям в мире, сегодня нам дана большая мера света, больше, чем когда-либо в истории. У нас есть Библии, невероятное количество книг, у нас есть кассеты, записи, проповедники. И мы будем судимы по мере света, который нам дается. Давайте помнить об этом. Стандарты суда Божьего для этого поколения будут наиболее строгими, потому что нам было дано больше света. Далее в следующем стихе Иисус продолжает. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет день суда, нежели тебе». Вы видите, суд производится по мере света. «Чем больше света, тем строже нас судит Бог». И как я уже говорил ранее, я повторяю, и говорю это всем, включая себя самого. Возможно, ни в одном поколении христиан за всю историю не было явлено так много света, как дано нам сегодня. Помните об этом, потому что этим определяется степень строгости нашего суда у Бога. И, наконец, пятый принцип Божьего суда. Во второй главе послания Кримлина в 16 стихе «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». И так Бог будет судить не только наши открытые, известные всем поступки, но и наши тайные мысли, мотивы и отношения. И я думаю, будет правильным сказать, что для Бога очень важны мотивы нашего поведения. Два человека могут совершить один и тот же поступок, но их мотивы могут быть в корне противоположными. И когда Бог будет судить их, Он примет во внимание их скрытые мотивы. Теперь мы продолжим и перейдем к сценам суда. И, насколько я понимаю, будут иметь место четыре основных последовательных суда. Первый будет происходить перед троном суда Иисуса. Греческое слово «беймо» означает некую платформу, на которой восседал римский чиновник или правитель, чтобы производить суд. Понтий Пилат сидел на таком возвышении, «беймо», когда Иисус предстал перед ним для суда. И это будет суд только лишь для христиан, только для верующих. Мы вновь обращаемся к первому посланию Петра, в первой главе 17 стиху. Почему-то я чувствую, что Бог желает, чтобы я дважды прочитал этот стих. «И если вы называете Отцом того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Это написано для нас. Мы называем его Отцом. И затем в первом послании Петра, 4 главе 17 стихе, говорится, «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? С чего начинается суд Божий? Всегда с Дома Божьего. Всегда с того народа, которому было открыто больше истины. И так, когда начнется суд, первыми, кого будут судить, будут христиане. И этот суд будет особенным». Римлянам 14 глава, стихи с 10 по 12. Там говорится следующее. «А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы, христиане, предстанем на суд, Беймо, Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь. Передо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». И так помните, что единственный человек, за которого вам предстоит давать Богу отчет, это вы сами. «Вы не будете давать отчет за меня или за своего пастора. Многие из вас попусту тратят время, осуждая других, когда нужно судить самих себя. И это вы должны делать». Единственный человек, за которого вам предстоит давать Богу отчет, это вы сами. И это вам придется сделать. Павел говорит, «Каждый из нас за себя даст отчет Богу». Это означает «каждого из нас, христиан». И далее во втором послании к Оринфянам, в пятой главе, он вновь возвращается к этому вопросу. Пятая глава, десятый стих. «Ибо всем нам, христианам, должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Здесь сказано, что все мы должны явиться. В греческом говорится «мы все должны открыться». Там не останется ничего тайного. Все будет открыто и обнаружено. Мы предстанем предсудным троном Христа, чтобы получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. И я уже говорил об этом в ходе наших занятий, но я повторю. Существует только две категории. Либо плохое, либо хорошее. И ничего между ними. Все, что нехорошо, плохо. И Иисус очень ясно сказал, «Кто не со мной, тот против меня. Третьего не дано». И Иисус исключил такую возможность. В церквях есть немало людей, которые сидят на заборе. Знаете, что значит сидеть на заборе? Это нежелание совершить шаг посвящения. Они ни на одной, ни на другой стороне. Они не делают хорошего. Но они ни за что не признают, что поступают плохо. И я иногда говорю, что когда Дух Святой входит в церковь, первым делом он дает, что он делает, это подключает электричество к забору. И приходится спрыгивать на одну сторону или на другую. Вот почему многие люди не рады Святому Духу. Потому что он не оставляет возможности находиться посредине. Со Святым Духом это невозможно. Далее. Я должен сказать, что этот суд обладает пятью основными свойствами. Я очень кратко назову их. Во-первых, это индивидуальный суд. Каждый дает ответ за себя самого. Это ответ за дела нашего тела, за то, как мы жили, находясь в оплоти. Есть только две категории, хорошее или плохое. В 1 Моанна, 5 главе 17 стихе, говорится, «Всякая неправда или неправедность, есть грех. Все, что не является праведным, грешно». Но вы видите, как мысль у людей проникла третья категория, и как многие этим обманываются. Но с Богом невозможно находиться где-то посередине. Следующий принцип состоит в том, что это суд не в осуждении, и это очень важно. Мы будем судимы, но мы не будем осуждены, если мы являемся истинными верующими в Иисуса. Принцип этого суда состоит в оценке вашего служения. Позвольте мне назвать вам три места из Писания, которые могут ободрить вас в этом, так как я вижу, что некоторые из вас сильно обеспокоены, что совсем неплохо, поверьте мне. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Иисус говорит, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Итак, если мы истинно веруем во Иисуса, то мы будем судимы, но не осуждены. Еще говорится в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 24 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И, наконец, послание к Римлянам, 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». То есть мы не говорим о суде осуждения, но мы говорим о суде, когда будут оценены ваши усилия, которые вы потратили на служение Иисусу во время вашей жизни. Лучше всего это описано в 1 послании к Римлянам, в 3 главе, с 11 стиха и далее. Павел говорит, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так, как бы из огня. Итак, в этом сущность суда для христиан. Прежде всего, мы должны стоять на основании, которой есть Иисус Христос, и другого быть не может. А затем будет определяться ценность служения, которое мы посвятили Богу. И то, чего достичь легко, может быть представлено в больших количествах. Дерево, сено, солома. Но все это сгорит. По-настоящему дорогие вещи не приобретаются в больших количествах. Золото, серебро, драгоценные камни. Люди подчас склонны оценивать объемы своего служения. Но это не то, как Бог оценивает его. Я постоянно проверяю себя. Что я произвожу? Просто ли это дерево, сено или солома? Все это сгорит. Какая-то трагедия, если всю свою жизнь вы работали ради чего-то, сложили наработанное большими кипами, а в судный день вы видите, как огонь все это сметает, сжигает дотла, и ничего не остается, лишь вы. Обнаженная душа, которая спасается из языков пламени. Какая страшная картина. Я хотел бы предложить вам несколько возможных путей к тому, чтобы быть уверенными в том, что ваше служение выдержит испытания огнем. Я хочу предложить вам три способа, которыми вы можете оценивать свое собственное служение. Прежде всего, каковы ваши мотивы? Единственный мотив, который приемлем для Бога, это ради славы Божьей. Значительная часть того, что сегодня происходит в церкви, делается людьми ради их же славы. Я лично говорю, и это мое личное наблюдение, что наибольшая проблема в церкви сегодня заключается в личных амбициях служителей. Самая большая церковь, самый длинный список почтовых адресов, больше всего чудес. Все это сгорит, потому что мотив неправильный. В первом послании к Коринфиадам, 10 главе, 31 стихе, Павел говорит, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Есть только один приемлемый мотив для нашего служения, ради славы Божьей. Я чувствую, что Бог хочет, чтобы я остановился на этом, чтобы дать вам возможность поразмышлять, что руководило и двигало вами в ваших служениях, в вашем служении Ему. Помните, Павел говорит, что мы должны обновиться разумом. Римлян, 12 глава, 1 стих. И я думаю, что разница между обновленным и необновленным разумом состоит в следующем. Необновленный разум, сталкиваясь с какой-либо ситуацией, говорит, «Что в этом полезного для меня?» Обновленный же разум говорит, «Как Бог может в этом получить славу?» Это означает полное изменение вашей мотивации. Мне думается, что это в большой степени применимо к браку. Я считаю, что многие семьи несчастны, потому что люди вступают в брак, не обновившись умом. И каждый в сердце имеет отношение. Что я с этого буду иметь? Сделает ли это меня счастливым? И это определенно является рецептом несчастливого брака. Правильной мотивацией является, что я могу дать, а не что я могу получить. Что я могу дать? И тогда, когда двое людей женятся с намерением отдавать друг другу, их брак будет удачным и счастливым. Все дело в правильной мотивации, которая предельно важна. Во-вторых, если вы хотите, чтобы ваше служение выдержало испытание огнем, оно должно совершаться в послушании Слову Божьему. Это единственное приемлемое основание. В седьмой главе Евангелия от Матфея Иисус говорил о двух категориях людей. Одни строят на песке, другие строят на камне. И напоследок Он сказал... Евангелие от Матфея, седьмая глава. Евангелие от Матфея, седьмая глава. С 21 стиха и далее. Это слова Иисуса. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Итак, единственным приемлемым мотивом может быть только желание исполнять волю Отца. И затем Иисус продолжает и говорит то, что подчас оскорбляет многих. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». От Бога я получил привилегию и изгнал очень много бесов. Я видел, как совершались удивительные чудеса. Я не один раз пророчествовал. Но я говорю вам, «Мою надежду спасения я не строю ни на чем из перечисленного мной». И всякий, кто это делает, подвергает себя большой опасности. Потому что единственное требование для того, чтобы войти в Царство Небесное, это исполнение воли Отца Небесного. И вот этим чудотворителям Иисус говорит, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». И знаете, большинство из них живут сами по себе. Они делают главным образом то, что им хочется. Берут все, что могут получить, и игнорируют основные принципы Слова Божьего. Я бы мог долго говорить об этом, но это, вероятно, не самое уместное сейчас. Однако я должен сказать, что недавно написал письмо о Валааме. Я был так потрясен рассказом о нем. Представьте себе этого человека с его потрясающим даром пророчества, словом знания и словом мудрости. Он пророчествовал так много и так прекрасно о судьбе Израиля, как никто другой в Библии. И тем не менее он погиб. Был предан смерти народам Израиля. И вы знаете, в чем была его проблема? Это трижды упоминается в Новом Завете. Мотивация Валаама. Он любил деньги, и это стоило ему жизни. И сегодня в церкви нам нужно задаться вопросом, а не любовь ли к деньгам движет нами? Мы с Руфью часто вспоминаем один стих. Я не буду искать его в Библии, но там говорится, «Мы не как многие, которые используют Слово Божие, чтобы получить выгоду». Озадачивает, не правда ли? Так было во времена Павла. Павел говорит о том, что многие наживаются на благо вести. Но Бог испытывает мотивы. Третий аспект — это та сила, которой мы действуем. В Римлянам 15 глава, стихи 18 и 19, Павел говорит, «Не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, покорение язычников в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия». Павел говорит, «Ничто из того, что я совершил, не достойно упоминания, если это не то, что совершил через меня Святой Дух». Это единственная сила, приемлемая для служения, сила Святого Духа. Итак, эти три аспекта оценки я предлагаю вам, чтобы ваше служение выдержало испытания огнем. Ваш мотив — ради славы Божьей. Номер два. Делаете ли вы это в послушании Слову Божьему, или вы делаете то, что хочется вам? И третье. Действуете ли вы в силе Святого Духа, или же вы оперируете только своими человеческими плотскими возможностями? Теперь мы переходим к двум образцам суда, к двум притчам, которые рассказал Иисус. И мне было нелегко решить, как относиться к этому. Я думаю, мне нужно прочитать их, потратить на это немного времени. Первое — это притча о минах. Мина — это была единица измерения. В минах считали деньги. Эта притча записана у Луки в 19 главе. В ранних переводах ее называли «притчей о фунтах». Мина являлась очень маленькой денежной единицей. Итак, мы будем читать 19 главу Евангелия от Луки с 11 стиха и далее. «Когда же они слушали его, присовокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. То есть я приду еще не скоро. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин, каждому по одной. И сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Другими словами, умножьте эти деньги. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. И Бог собирается потребовать с каждого из нас отчет о нашем служении. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб. За то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. И так наша верность служения в этой жизни определит наше положение в вечности в Царстве Божьем». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будь над пятью городами». Но он не сказал, «Хорошо, добрый раб». Здесь присутствует меньшая доля одобрения. Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами будут судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий. Беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот? Чтобы я, придя, получил его с прибылью». И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину, и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин». Им не показалось это правильным, чтобы имеющий десять мин получил еще одну. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Теперь послушайте, потому что большинство из нас думает иначе, но ведь притча на этом не кончается. Там еще одно предложение. «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Это говорит, что Иисус Судья. Не Иисус Спаситель, но Иисус Судья. Помните, что тот же, кто спасает мир, является и Судьей этому миру. И насколько он усерден и успешен в спасении, настолько же и в Суде. Является ли это тем образом Иисуса, который вы представляли себе? Или вы из тех, кто говорит «кроткий и нежный агнец Иисус?» Слава Богу, что это правда. Но это еще не все. Иисус обладает и другим качеством. Он еще и Судья. Чьи глаза, как языки огненные, чей язык, как обоюдоострый меч, чей голос, как шум множества вод, и чьи ноги подобны бронзе. И когда Иоанн, автор Откровения, увидел его таким, он упал ниц, словно мертвый. Из всех учеников у Иоанна были самые тесные взаимоотношения с Иисусом. Он лежал на его груди во время последней вечери. Он был одним из тех, кому Иисус явился у Галилейского моря и приготовил им завтрак. Мне это нравится, знаете ли, Иисус готовит завтрак своим ученикам. Но как бы то ни было, вот этот самый Иоанн, который так близко знал Иисуса, столкнувшийся с Иисусом в роли Судии, падает ниц перед Ним. И знаете что? Нечто подобное должно произойти в церкви. Я думаю, что церковь, у которой с Иисусом установились дружеские отношения, должна увидеть Иисуса как Судию. И я думаю, что нам не будет вреда, если мы падем ниц к его ногам, словно мертвые. Этому нам нужно научиться. Давайте теперь прокомментируем эту притчу. Во-первых, тот, кто заработал больше всех, получил еще больше. Это принцип. Однажды Бог дал мне сверхъестественный дар веры. Непостижимым образом я молился за людей с ногами разной длины, и короткая нога вырастала. Это произошло с сотнями людей. И я говорил им, Бог коснулся вас. Сверхъестественная сила действует в вашем теле. Послужите себе сами. И я видел множество людей, получавших исцеление чудесным образом. Но мои хорошие друзья, мои братья в служении говорили мне, знаешь, Дерек, у тебя репутация вдохновенного учителя Библии, и если ты будешь держать и вытягивать ноги у людей, это может не подойти к твоей репутации. И так я подумал, возможно, они говорят правильно. И я обратился к Богу. И вот что я почувствовал, он сказал мне. Я дал тебе дар веры. И я тогда вдруг осознал, что это был дар. Дар веры. Ты можешь поступить двумя способами. Можешь использовать его и приобрести большее. Или можешь пренебречь им и потерять его. И тогда я принял решение. Я буду использовать это и приобрету большее. И ради славы Божьей я скажу, я получил большее. Но помните, каким бы даром вы ни обладали, вы можете пойти одним из двух путей. Вы можете использовать его и получить больше, или вы можете пренебречь им и потерять его. И еще помните, как я уже говорил ранее, ваше служение в этой жизни определяет ваше положение в вечности. То, что заработал 10 мин, был поставлен над 10 городами. То, что заработал 5 мин, был поставлен над 5 городами. Это было сделано пропорционально их верности в этой жизни. И обратите внимание, Иисус не сказал «хорошо, добрый и преуспевший раб». Он сказал «хорошо, добрый и верный раб». А многие из нас слишком много внимания уделяют тому, чтобы быть успешными, но не тому, чтобы быть верными. Сегодня мы имеем привилегию видеть великие дела Божьи, на так называемой миссионерской Ниве. И мы можем возгордиться и сказать «смотрите, тысячи людей приходят на мои семинары». Но Бог показал мне, не забывай, что до тебя были поколения, которые немного плода пожали, но они трудились, а ты вошел в их труд. Поэтому не думай о себе слишком много. Я отдаю дань уважения первопроходцам. Я отдаю дань уважения тем, кто трудился и положил свою жизнь на этот труд. Когда первые миссионеры отправлялись в Восточную Африку, каждые 4 из них, из 5-ых, умирали, не прожив там и нескольких месяцев. Они не видели никаких результатов, но они были семенами, упавшими в землю. Семенами, позднее принесшими свои плоды. И я искренне говорю вам, самая большая опасность, которой грозит нам, это гордыня. Знаете, мне не следует рассказывать эту историю, но был в церкви один человек, которого наградили почетной лентой за смирение. Но потом им пришлось отобрать ее у него, потому что он ее носил, не снимая. Так что ленту за смирение не стоит носить на виду у всех. Итак, после всего, что я сказал, еще одно. Тот человек, который ничего не заработал, Иисус сказал ему, «Возможно, ты не умел сам заработать денег, но ты мог положить их в банк, и я получил бы процент с них». И это наводит меня на мысль, что не всегда плохо получать процент с чего-то. Возможно, в некоторых случаях это и плохо, но не всегда. Итак, что это означает для вас и меня? Что мы могли бы сделать? Можно сказать, ну, у меня небольшое служение, я не проповедник, не администратор, у меня немного талантов, что я могу сделать? Положите то, что имеете в банк. Таково мое понимание. Найдите служение, которое приносит плод. Проверьте его. Испытайте его. И зачем начните поддерживать его? Это для меня вложение денег в банк. И когда придет Господь, вы получите проценты. Аминь. Теперь давайте рассмотрим другую притчу, которая в чем-то похожа на эту, но все же отличается от нее. Притча о талантах. Она находится в 25 главе Евангелия от Матфея, с 14 по 30 стихи. С 14 стиха и далее. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Обратите внимание, в притче о минах каждый получил по одной мине. В этой же притче один получил пять, другой два, и последний получил один талант. И он распределил их согласно их способностям. И помните, что Бог дает вам таланты согласно его видению того, что вы можете сделать с этими талантами. Если вы можете использовать пять талантов, он и даст вам пять. Если вы можете использовать только два, он даст вам два. А если вы можете использовать только один, он даст вам только один. Он дает вам согласно тому, каковы ваши возможности. И затем там говорится, получивший пять талантов, пошел, употребил их дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Братья и сестры, Господь придет и потребует отчета у нас с вами. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Обратите внимание, мы снова встречаемся с этим принципом. Что вы делаете в этой жизни определяет ваше положение в вечности. Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». И здесь мы уже видим другой принцип. Один заработал пять талантов, другой только два. Но слова одобрения абсолютно одинаковы. Другими словами, Бог смотрит на процент, который мы приносим. Если вы получили пять, он ожидает от вас стопроцентная дача, и он будет доволен этим. Если вы получили два, он ждет стопроцентно, и это будет два. Он знает, на что вы способны, и он не просит у вас больше, чем вы сможете сделать. Давайте продолжим. «Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, «Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый». И позвольте мне сказать вам, что лень — это свойство лукавого. В большинстве наших церквей пьянство считается неприемлемым. Таким не разрешается быть членами церкви. Но многие из наших церквей принимают ленивых людей. Но в глазах Божьих лень является большим грехом, нежели пьянство. По крайней мере, это то, как я понимаю Божье видение подобных вещей. Пожалуйста, поймите меня, я не оправдываю пьянство. Это грех. Но я считаю, что лень еще хуже в глазах Божьих, чем пьянство. Иисус сказал, «Ты лукавый и ленивый раб». Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Снова мы видим этот принцип. Если вы не способны сами заработать деньги, то вложите их в то служение, которое приносит плод. «Итак, возьмите у него таланты, дайте имеющему десять талантов». Обратите внимание на это. «Ибо всякому имеющему дастся и преумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов». Эта фраза не один раз используется в Новом Завете. «Там будет плач и скрежет зубов». Я просмотрел места, где она используется, и обнаружил, что она употребляется в применении к людям, которые находились очень близко к настоящей ценности, но которые пренебрегли возможностью и упустили возможность достичь ее. Это не те, кто вообще ничего не слышал или не знал о Боге. Но это были люди, которые были так близко всю свою жизнь, но так и не вошли внутрь. «Там будет плач и скрежет зубов». Как горько будет сказать, «Я почти достиг, у меня была возможность все это время, но я упустил ее». И теперь я навеки выброшен во тьму внешнюю. Ужасно. Позвольте мне добавить еще одно. Люди, которые были отвержены, которые меньше всего посвящали себя чему-то, принадлежат категории людей с одним талантом. И я увидел истинность этого в церкви. Как правило, люди, у которых большие способности, что-то с этим делают. Люди, которым таланты даны в больших количествах, что-то делают. Люди с одним талантом сидят в сторонке, рассуждая так. «Но у меня немного есть, я немного могу сделать, поэтому я не стану делать ничего вообще». И они оказываются отвергнутыми. И их изгоняют вон. «И я обращаюсь к некоторым из вас. Я не хочу обращаться по именам. Но вы являетесь таким человеком с одним талантом. И вы недооцениваете свою ответственность. Я немногое могу сделать. Бог не требует многого от меня. Еще как требует. Он требует верности, когда вы обладаете малым и когда вы обладаете многим. Я проповедовал об этом в нашей церкви, Форт Лодердейл, о людях с одним талантом. И я попросил откликнуться людей, которые чувствуют, что они принадлежат к этой категории и не используют этого таланта. И я был поражен. Оказалось, что такой была добрая половина церкви. И я убедился, что это серьезная проблема для многих верующих. У меня всего один талант. Что я могу с этим сделать? Не буду делать ничего. Иисус не смирится с этим. Он скажет, ты мог положить его в банк. У тебя был один талант? Ты мог положить его в чье-то служение, которое приносило большие плоды. И тогда значительная часть этих плодов была бы зачтена от тебя. Одна из наших с Руфью проблем состоит в том, что мы нуждаемся в некоторых услугах. Мы не амбициозны. Мы не хотим взваливать это на других. Но если мы желаем делать свое дело, которое Бог дал нам, нам необходимы люди, которые бы нам послужили. Просто послужили. И знаете, что сегодня труднее всего найти в церкви? Людей, готовых служить. У нас было несколько прекрасных людей. Двоих или троих мы встретили здесь. Мы собрались вместе с тремя совершенно разными людьми, которые в разное время послужили нам. Каждый из них был верен в этом. Но у нас было множество проблем с людьми, которые не несли собственного служения. И их не удовлетворяла возможность вкладывать в чужое служение. И они теряли обе возможности. Не имели ни своего служения, ни преимущества вложения средств в чужое служение. Дорогие одноталантные люди, осторожней, вы в опасности. Вы можете услышать слова «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Позвольте мне указать вам на некоторые принципы в этих притчах. Во-первых, наше служение в этой жизни определяет наше положение в будущей жизни. Во-вторых, не использовать свой талант, значит потерять его. В-третьих, не делать доброе, когда есть возможность. Это грех. Послание Якова, 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Мы часто говорим о совершенных грехах, но грех неделания так же реален. А теперь я хотел бы кратко проанализировать 25 главу Евангелия от Матфея. Там описаны три категории людей, отвергнутых Богом. Неразумные девы, которые не запасли масла. Слуга с одним талантом, который ничего с ним не сделал. И, наконец, род козлов, которые ничем не помогли братьям Иисуса. Все они были полностью и навеки отвергнуты Богом. И я однажды задал себе вопрос, что у них было общего? Что они сделали? Чем заслужили отвержение? И ответ был прост. Они ничего не сделали. Это все, что нужно, чтобы быть отвергнутыми. Просто ничего не делайте. Это очень серьезно. Теперь мы очень быстро рассмотрим другие суды. Мы много внимания уделили суду верующих, потому что это волнует нас в первую очередь. Если мы верующие, то нам об этом нужно знать. Следующий суд, который мы рассмотрим, это суд над Израилем. Избранный народ, отделенный Богом. И хотя в течение многих веков они были непокорны и непослужны, Бог никогда не отвергал их навеки. Что говорит об этом Писании? Бог не отвергнет народа Своего ради имени Своего, потому что Богу было угодно избрать Израиль, чтобы тот был его народом. То, что Бог делает для Израиля, Он делает не потому, что Израиль заслуживает этого, а ради его имени, чтобы его имя было прославлено. И Бог поступит с Израилем особенным образом. Это принцип, который я хочу донести до вас. О благословении и осуждении. Бог благословляет евреев напрямую, а язычников через евреев. И те из нас, кто являются язычниками, должны помнить об этом. За всякое духовное благословение, которое мы когда-либо получали. Мы обязаны еврейскому народу, потому что Иисус сказал в Иоанне, 4 глава, 22 стих, спасение от иудеев. Очень четкое утверждение. Всяким благословением, которое вы приняли для спасения, вы обязаны одному народу, евреям. И Бог ждет, что вы будете признательны за это и станете вести себя соответственно. Но Бог поступит с ними так. Когда наступает время суда, Бог судит язычников напрямую, а евреев судит посредством язычников. Я повторяю это. Бог благословляет евреев напрямую, а язычников благословляет через евреев. И Он судит язычников напрямую, и судит евреев через язычников. В течение всех столетий истории Израиля Бог постоянно использовал языческие народы, чтобы судить евреев за непослушание и неверность. Итак, следующий суд — это суд над Израилем во время Великой Скорби. Мы посмотрим только на одно место. Из Писания. Книга пророка Иеремии, 30 глава, с 3 по 7 стихи. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую дал Отцам их, и они будут владеть ею». Не имеет значения, что хочется думать разным правителям и политикам. Бог говорит, «Они будут владеть ею». И все знают, и Библия говорит, что это за земля. Это может быть только одна земля. Один человек, проповедник, мой хороший друг, сказал, «Если бы возвращение евреев в Израиль было от Бога, то оно прошло бы мирно». Что же, он плохо знал Библию, потому что вот что говорит Господь в отношении возвращения евреев. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. «Так сказал Господь». Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на череслах его, как у женщины, в родах, и лица у всех бледные? Самое большое давление, которого ранее никогда не испытывал Израиль, уже близко, и произойдет сразу после их возвращения в родную землю. «О горе, велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». В английском «из него». Обратите внимание, спасен не от него, а из него. И тогда Бог произведет суд над еврейским народом. «В конце всех бедствий произойдет суд над ними, а затем будут судить все народы». Иаиль, 3 глава, 1 и 2 стихи. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». Здесь идет речь о том же времени, о возвращении евреев в их землю. Бог говорит, «Я соберу все народы, языческие народы, и приведу их к долине Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, которые они рассеяли между народами, и землю Мою разделили». Итак, Бог говорит, что когда Он закончит судить евреев, тогда Он начнет судить язычников. И Он будет судить их по одному принципу, по тому, как они обходились с Израилем. И это потрясающий момент. И у Бога два обвинения. Во-первых, они преследовали Его народ, а во-вторых, они разделили Его землю. Бог говорит, «Это Моя земля, Я дал ее Израилю». И никакое человеческое начальство или власть не имеет права разделить эту землю. Что же происходит сегодня? Именно то, что Бог сказал, происходить не должно. Земля подвергалась, подвергается, и, скорее всего, еще будет продолжать подвергаться разделению. Но когда Бог начнет судить народы, Он осудит их за разделение этой земли. К сожалению, в самом верху листа он может поставить Англию. Потому что Англия несет ответственность за мандаты в конце Первой мировой войны. Она должна была обеспечить национальную родину для еврейского народа. А в 1922 году Англия одним решением Уинстона Черчилля передала 76% этой земли арабскому народу, называемому теперь Иорданией. Евреям запрещено жить на этой земле, а оставшиеся 24% были разделены ООН. Но все они ответят за это Иисусу, когда Он придет. И если вы посмотрите на 25 главу Матфея, на суд народов, на овец, которые вошли в царствие, и на козлов, которые были изгнаны из царства и осуждены на вечное наказание, то принципом разделения является то, как эти народы обходились с братьями Иисуса. Я говорю это, потому что это очень важно. Потому что Израиль является сердцем всех мировых перипетий сегодня. И многие народы занимают не ту сторону. Израиль сам не может защитить себя. Но рано или поздно, когда придет время, Бог ступится за него. Итак, это третий суд. Четвертый суд мы только упоминаем. Это суд перед Великим Престолом, о котором идет речь в 20 главе книги Откровения. «Небо и земля исчезли пред лицом сидящего на престоле, и мертвые воскресли, и предстали пред Богом, и были судимы согласно тому, что было написано в книгах». И там есть еще одна книга, «Слава Богу за это», которая называется «Книга жизни». И те, чьи имена записаны в книге жизни, войдут в вечность вместе с Богом. Остальные навеки будут удалены от присутствия Божьего. Итак, это четыре основных суда. Номер один — это суд у трона Иисуса, суд верующих. Номер два — это суд над Израилем и Великая Скорбь. Номер три — суд над остальными народами пред троном Христа и начало тысячелетнего Царства Христа. И, наконец, суд всех умерших пред Великим Белым Троном. Итак, это принципы Божьего суда, как я мог понять. И каждый из нас должен задать себе сейчас этот вопрос. «Готов ли я предстать на суд Божий? Жизнь, в которой я живу, не постыдит ли меня, когда я предстану пред Ним?» Братья и сестры, давайте помолимся вместе. Мы молимся за этот важный вопрос, за то, когда мы предстанем пред троном Суда. О, Великий Бог, Твое Слово так четко, и мы несли Твое Слово Твоему народу сегодня. И я молю, чтобы те слова, которые мы произнесли, которые были взяты прямо из Библии, глубоко запали в сердца людей, пусть они исследуют себя, свои жизни, очень серьезно. Я особенно молю за людей с одним талантом. Боже, не позволим закопать этот талант в землю. Помоги им вложить этот талант, пустить его в рост, дабы они не были постыжены, когда Ты придешь, Господь. Господь Иисус, Ты много говорил нам, Ты скоро придешь. И много раз на этих собраниях Ты говорил нам, что мы должны быть готовы к Твоему возвращению. Я молю за каждого здесь, включая себя самого. Своей благодатью помоги нам быть готовым к Твоему пришествию, быть готовыми предстать пред престолом Суда Иисуса и дать ответ за то, что мы совершали в теле. Господь, мы молим Тебя об этой милости во имя Твое. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь.